Здравствуйте, дорогие друзья! Христос Воскресе! С праздником Пасхи вас сердечно поздравляем! И сегодня в нашей передаче ни о чем другом, естественно, мы говорить не будем, как о Христе Спасителе, о Христе Воскресшем, о Христе Победителе Смерти. В свое время наш современник, публицист Сергей Худиев сказал, что Пасха — это такой интересный праздник, когда ты встаешь на определенную границу, границу между собой вчерашним, когда ты постился, когда ты думал в том числе и о том, о чем мы призывали вас думать, с кем ты в этой истории распятия Христа. И вдруг граница, когда Христос воскрес, и ты вдруг выдыхаешь с некой свободой, с неким облегчением, что все равно все в надежных руках. И если Бог есть любовь, то Ему не страшно довериться, Он действительно ведет все и направляет все ко благу. Вот поговорим сегодня о Христе Воскресшем в нашей студии с нашим гостем, с отцом Дионисием Кузнецовым. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Мы часто употребляем слово «спасение», мы часто употребляем слово «спаситель» в адрес Христа Господа, и очень редко, наверное, задумываемся, собственно, от чего Он нас спасает, от чего спасаемся мы. В древности была одна из форм приветствия, существовала такая замечательная, да, как ты спасаешься, и тут вот встает вопрос, от чего спасаешься, что это за процесс такой спасения, так я спасаюсь или меня спасли, меня спасли или меня продолжают спасать. Вот об этом мне хотелось бы сегодня поговорить. Почему мы Христа называем спасителем, от чего Он спасает? Здесь, чтобы рассказать о спасении, которое Христос принес людям, нужно начать с того, где оказываются люди тогда, когда завершается их земной путь. И в христианской церкви есть понимание, основанное на откровении, о рае и аде. И рай — это не только место радости, это еще и то состояние, которое потеряли Адам и Ева, тогда, когда приступили единственную просьбу, единственное ограничение, которое Бог им дал. И вопрос, как это происходит, тогда, когда Адам и Ева приступают заповедь Божию, поверив на слово дьяволу, духу зла. Он наклеветал Отца Небесного, и прародитель Адама и Ева доверяется Ему. И здесь уместна аналогия, как человек, который доверяет кому-то нечистоплотному, корыстному. Вот если человек попадает в рабство вследствие доверчивости, вследствие того, что он проиграл то, что имел, например, дума его, аферист какой-то обманывает, заведомо ставит его в проигрышное положение, и человек проигрывает. Проигрывает все, что имеет, потом на кон ставит свою свободу, и ее тоже проигрывает. Желаясь отыграть, у него нет никаких шансов, потому что в этой игре не бывает победителя человека. Аферист всегда выигрывает. Он играет грязно, нечестно с самого начала. Начинается лжи намеренный. Или человек, который, допустим, вот девушка, она поверила заезжему парню из города, который говорит, поехали, я покажу тебе красивый город, и ты не будешь ни в чем нуждаться. Поехали со мной, она верит, и оказывается в борделе, в рабстве. Именно вследствие доверия, потому что доверилась не тому, кому надо. И если мы знаем историю человеческого общества, в том числе историю рабовладельческого строя, если человек, доверившийся аферисту, злому, лицемерному работорговцу, если он потом раскается в этом, отпустит ли его работорговец? Да нет. А если рождаются у него дети в рабском состоянии? Самые страшные, самые тяжелые. Они не виноваты в грехах родителей. Совершенно ни в чем. Они свободны. Они... нет. Они тоже... дети раба тоже рабы. И поэтому все потомки Адама не свободны от дьявола, от власти ада над ними. И Адам, как мы знаем из предания церкви, в конце концов, примиряется с Богом и достигает праведности, но не может вернуться в рай. И все потомки Адама и... тоже не могут вернуться в рай. И поэтому, когда Христос приходит и сообщает людям новую заповедь, любите друг друга, в ней есть горечь. Эти слова отравлены. Что толку человеку в том, что он будет праведен, если в конце концов его ждет ад? Ад не отпустит свою добычу. Угу. Человек не сможет войти в рай, потому что все дети раба тоже рабы. И как бы человек ни был милостив, милосерден, совершенен, он не сможет войти в рай. Потому что дьявол не ищет способов выпустить. При условии, да, вот у нас человеческая система исполнения наказания, она предполагает исправление, она предполагает перевоспитание, что человек осознал, отбыл свой какой-то срок и вышел на свободу. Ад стремится удержать человека в вечном своей власти, вне зависимости от того, как он прожил. И поэтому Христос становится человеком. Он, Бог, становится человеком для того, чтобы, будучи потомком Адама, тоже сойти в ад. Он безгрешно берет на себя вину. Вину он берет в первый раз тогда, когда рождается, принимает бремя человеческой жизни. Второй раз в крещении, когда сходит в реку Иордан, туда, где люди приходят и оставляют свои грехи. Он безгрешный. Зачем ему туда спускаться? Он берет на себя вот это бремя со дна Иордана, он выходит на проповедь. И, наконец, когда он спускается в глубину человеческой злобы, предательства ближайших учеников, он все берет на себя вплоть до конца, до самой смерти. Смерть для Христа, Сына Божия, безгрешного, неестественная. Он может не умирать. Именно поэтому, если мы, люди, мы неизбежно умираем. И праведники умирают либо насильственной смертью, древние пророки, побиваемые за слово о Боге, либо, естественно, от старости и болезни, да, в довольстве, может быть, умирают. Но никто не избежал смерти, все умерли. Христос единственный, кто может не умереть. Но он принимает на себя добровольную смерть, он знает, что его ждет. И он говорит об этом ученикам. Я для того и пришел. Я на этот час и пришел. Когда они пытаются его отговорить. Не надо, пожалей себя, учитель. Он говорит, я для того и пришел. Он пришел для того, чтобы избавить человека от власти ада. И поэтому, как потомок Адама, он сходит в ад. Но так как он безгрешен, на нем нет никакой вины своей. И он жертвует собой, своей жизнью. Бога человек себя отдает за искупление. И поэтому он действительно, он единственный, кто может это сделать. Спасти. Спасти от беды, от напасти в наших силах очень часто. И Бог требует от нас этого, чтобы мы не были равнодушны, когда другой, ближний, попадает в беду. Он рассказывает притчу о милосердном самоле. Именно для того. Ближний тот, кто рядом с тобой нуждается в помощи. И в то же время от самой страшной напасти от смерти и от власти ада сможет спасти только он. А вот тут вопрос всегда возникает. Ну как же он спасает от смерти, если мы все равно умираем? Мы умираем. Да. Мы умираем. То в каком ключе тогда мы говорим о спасении ада? Здесь очень важно, что если бы человек, христианин, крестившись причастившись, достигнув какое-то воцерковление, да, то есть какой-то регламент христианской жизни не умирал бы, то тогда мы не назывались бы верующими. А он говорит Фоме блаженно невидевший и уверовавший. Богу с самого начала со времен Адама и потом во времена и Моисея, во времена раньше Авраама, во времена Ноя всегда важно, когда люди, его дети, верят ему на слово. для него это драгоценно. Как мы, родители, не хотим своим детям доказывать каждый раз одно и то же. Мы хотим, чтобы они верили нам, что мы хотим им добра, что мы ведем их к благу. И для нас это очень важно, чтобы близкие наши доверяли нам. И поэтому Христос не делает чудо своего присутствия в мире явным. И поэтому мне всегда грустно, когда кто-то из христиан пытается доказать бытие Божие научными фактами или события библейские, вот что нашли какие-то останки на горе Арарат, Кноево, Ковчега, что все так и было. Попытки доказать, Бог не хочет ничего доказывать. Он прячется от людей, показывает себя только ученикам ближайшим. И хвалит их тогда, и благодарит их тогда, когда они верят ему на слово. Блажен ты, говорит он. и поэтому он говорит о избавлении от власти ада. Кто видел ад воочию? Нет. Подвижники, которые имели некий опыт посмертного, какого-то откровения о посмертном участии человека, говорят об этом по-разному. Кто-то говорит о мытарствах, но всегда это по-разному. Мытарства, описанные преподобным Макарием Великим, совершенно отличаются от того, что мы слышим в рассказе Блаженной Феодора, Матарсу Блаженной Феодору. Вот. И эти картины, они буквально диаметрально противоположны, если сверять их с Евангелием. Одно соответствует, другое не соответствует совершенно Евангелию. Вот. И преподобный Симеон Новый Богослов вообще отрицает какое-либо точное знание посмертной участи, говорит, что будет за грубым, не знает никто точно из людей и не может сказать дословно. Вот. И Бог, он бережет для нас эту тайну, давая нам лишь только откровение. Откровение о том, что человек избавляется от власти смерти на вечной, вечной власти смерти и вечной власти ада. Если человек доверится Богу, то тогда радость его будет совершенной. Радости его никто не отнимет, не сможет отнять. И поэтому Христос спасает человека. Спасает от этой необходимости бояться конечного исчезновения, конечной аннигиляции, вечного распада, вечной пустоты. И дает ему обещание. Да, это всего лишь обещание. Как Аврааму он говорит. Здесь почему Авраама единственного из праведников Ветхого Завета называют другом Божьим. Потому что он верил ему весь свой жизненный путь. Верил просто на слово. Скитался по земле чужой. Верил на слово, не получая видимых знаков всемогущества Божьего. Можно ли назвать Адама верующим? Нет, он знал, что Бог велик и могучий говорил с ним лицом к лицу. Можно ли назвать Ноя верующим? Ровно до тех пор, пока не сбылось обетование, а сбылось оно вскоре. То есть ему не нужно было долго ждать. И Авраам это один из немногих людей, который прожив почти всю свою жизнь верил Богу на славу. Вот вопрос, который я тоже вначале обозначил. Тогда встает вопрос еще, почему, если мы говорим Христос спас, Христос спаситель, почему мы продолжаем употреблять некое длительное время к вопросу о том, что мы спасаемся? И тоже у апостола Павла мы находим различные цитаты и у других апостолов в соборном послании апостола Иоанна, что человек спасается либо делами веры, либо то есть в каком ключе тогда мы говорим о том, что именно человек спасается? Человек безусловно спасается тогда, когда он принимает. Принимает это в своей жизни и изменяет свое состояние. вопрос не в принятии откровения. То есть вам рассказали о том, что вы спасены, вы с этим соглашаетесь, но вы еще не достигли спасения. Достигает человек в состоянии, то есть наша всегда история человечества в целом, история отдельного каждого человека, она длится. Мы дозреваем, как говорил святитель Феофан, в меру своего спасения. мы вот этого состояния достигаем тогда, когда откликаемся на призыв Божий. Бог говорит много званых, то есть он всех нас зовет, но мало избранных, потому что не все откликаются. Откликаются, да, без Христа невозможно спасение, вне его действия невозможно оно. И тогда, когда мы достигаем спасения, мы достигаем потому, что он нас спас. Но если мы не достигаем спасения, только потому, что мы отвернулись, это наш выбор, это единственный выбор, который за нами остается, согласиться ли не на уровне декларации, а жизнью своей. А это всегда процесс очень длительный, трудный. И поэтому, когда апостолы говорят о делах, они говорят, что дела свидетельствуют о вере. Апостол Лаков говорит, покажи мне веру из дел твоих. Как можно рассказать о вере? Я могу сказать, что я очень верю в Христа. Но я могу это подтвердить только своими поступками, только если я в жизни. И подтвердить это не другим людям даже, а подтвердить самому себе. Потому что тогда, когда человек представляет себе Бога добрым, любящим, снисходительным, можем ли мы сказать, что он таков? Да, но не только таков. Вот мы говорили неделю назад о том, что Христос не оправдал ожиданий, поэтому его распяли. Но он и в наше время не оправдывает ожиданий. Мы представляем его добрым и кричим ему, Господи, почему ты не защитил моего ребенка? Почему ты не спас меня от той беды, которая на меня обрушилась? Господи, почему ты молчишь? Бог не оправдывает ожиданий людей от начала и до конца. И в наше время мы спорим с Богом. И Бог всегда не таков, как мы его себе представляем. И мы можем ему доверять тогда, когда он говорит и тогда, когда он молчит. Но это самое трудное. Вот Христос, он показал пусть христианина в своем жизненном служении от начала до конца. И если ранним христианам и собеседникам Христа, те, которые его не приняли, те, которые его распяли, совершенно не чужда была идея Божьего всемогущества, и они не спотыкались от того, что Бог в своей непостижимой воле ввергает в нас какие-то обстоятельства тяжкие жизни. Они считали это и, в общем-то, античному языческому миру было совершенно не чуждо рассуждение, что Богам не нужно оправдываться, им не нужно объяснять свои действия, он просто хочет так и все. То нам, христианам, сейчас, нынешнего наше время, как раз вот это больше всего трудно принять. И Христос это тоже переживает, когда на кресте он кричит, Боже мой, почему ты меня оставил? Вот это вот состояние. То есть Христос проживает жизнь каждого из нас и все этапы. И тогда, когда ты преклоняешься перед величием Божьим, и тогда, когда ты кричишь Богу, Господи, почему ты молчишь? И он действительно отвечает на все наши вопросы своей жизнью. Но не всегда. Мы можем этот вопрос принять тогда, когда он происходит в нашей жизни. Этот ответ, вернее, не можем принять. Потому что мы согласны утешать страдающего, когда страдает другой, и не согласны утешиться тогда, когда страдает ему. Для нас это слишком тяжело, слишком невыносимо. В этом смысле, конечно, тема молчания Божия, поднятая в относительно недавно вышедшем фильме Мартина Скарсезе молчание. Вы смотрели его? Нет, но я знаю, о чем он. Вот. То есть я думаю, что это какая-то отдельная тема для отдельной передачи, потому что это очень сложный этический парадокс, который есть в христианстве. Почему Господь молчит, когда Он видит страдающих за Него мучеников? Всегда ли Он молчит, когда мы не слышим никаких звуков, или когда мы не видим каких-то действий, происходящих вокруг нас? То есть это такая очень сложная и очень интересная тема. Может быть, мы как-нибудь посвятим этому отдельную передачу. А вот хотелось бы такой вопрос задать. Мы в вечерних молитвах читаем «Аще хочу или аще не хочу спасими». Вот возникает вопрос у людей, которые только знакомятся с молитвой. Что это за молитва такая? То есть если даже «Хочу, не хочу, спаси меня против своей воли». Можно ли спасти человека против его воли? И что вообще подразумевает святой, когда он составлял текст такой молитвы? Он, наверное, воспринимает это как обычное педагогическое наше состояние. Тогда, когда родители зовут ребенка своему к чему-то хорошему, а он сопротивляется. А потом, когда вырастает, говорит «Спасибо вам, мои дорогие родители, что вы меня против моей воли тащили». Но в действительности ребенок соглашается не всегда. Не всегда он спустя годы говорит «Спасибо родителям». Иногда он говорит «Вы были ко мне слишком жестоки, вы были ко мне невнимательны, вы ждали от меня исполнения правила закона, а я хотел от вас любви». Ведь такое тоже бывает, случается в жизни. И поэтому мы надеемся, что Бог, он в конце концов откроет нам, почему он ведет нас по пути спасения таким иногда невыносимым тяжелым путем. Мы надеемся. Именно поэтому и в то же время мы говорим «Господи, тогда, когда мы сопротивляемся, ты все равно нас не бросай. Не бросай». Об этом же говорит сам Христос, когда учит нас единственной молитвой Отче наш. «Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавы». И митрополит Вениамин Фетченков, очень интересно у него толкование есть этих слов «Не оставь нас в искушении». «Не оставь нас во время искушения». «Не оставь нас тогда, когда мы искушаем и злом». Потому что есть слова апостола Иакова, которые говорят «Бог не искушается злом, и сам не искушает никого». И они входят вроде бы в очевидное противоречие со словами «Не веди нас в искушение». То есть вводит все-таки Бог в искушение. И вот митрополит Вениамин, он как раз и понимает эти слова Христа таким образом «Не оставь нас в искушении». Тогда, когда мы сами себя направляем в бездну. У каждого священника есть хотя бы один, а чаще всего несколько случаев, когда к нему приходит человек и говорит «Я стоял на краю бездны», в буквальном смысле «Я готов был покончить жизнь самовестным». Или уже прямо это сделал, но в момент тогда, когда я умирал, Бог меня не оставил, и Он меня вытащил из этой ямы, и я пережил вот это вот состояние, что Бог, Он меня не бросает. Даже тогда, когда я отвернулся от Него, даже тогда я перестал Ему доверять. Вот это и есть то, наверное, состояние, о котором говорил святитель Иоанн Златоустров, говорил «Если даже не хочу, то и меня спаси». Ну, у нас опять уже эфир потихонечку подходит к концу. Хочется на некой ввиду Пасхи и Светлой Седмицы закончить на какой-то вот такой мажорной ноте. На мажорной ноте вот все-таки если говорить об Аде, почему он существует, если Бог есть любовь? Потому что рай это не просто место радости, не просто место доброты. Это то место, где человек встречает Бога лицом к лицу. когда пророк Моисей просит Бога «Господи, дай мне увидеть лицо Твое». Если я обрел благоволение пред Тобой, он ему отвечает «Не может человек, обычный человек». А Моисей обычный человек. Мы видим, он совершает грехи и до своего служения, и во время своего служения, и эти грехи не позволяют ему войти в землю обетованную. И он в этом смысле обычный человек. Да, он лучший из своего народа, но он обычный человек. Он не достиг того, что потом назвали преподобные отцы о Божьем. Он не достиг богоподобия в своей душе, потому что все время спорит с тем, что Божие, ему хочется человеческого. И Бог ему говорит, не может человек обычный, тот человек, которому дорого человеческое, увидеть Бога и не умереть. Может ли человек, который в течение жизни чувствовал, что во время спора с близким человеком не надо говорить вот этих злых слов, которые рвутся из души. Чувствовал, не то, чтобы голос какой-то слышал, а вот чувствовал, что не надо бы и не останавливался. И потом, когда он подходит к поротам рая, и он не сравнив себя уже с убийцами, которых он превзошел благочестием. Нет. Он просто видит, что Бог был каждое мгновение жизни рядом с тобой. И каждое мгновение жизни он давал тебе возможность поступать по совести. А ты не всегда отвлекался. Можешь ли ты войти? Поэтому мы молимся за своих усопших. Упокой, Господи. Мы не говорим Господи, перестань гневаться на усопшего. Мы говорим упокой, Господи. Несмотря на то, что человек жил не всегда так, как добрый путь. Да. Не всегда по-доброму. Не всегда он отвлекался. Господи, помоги ему примириться с тобой. И в этом смысле мне близка та история, которую говорит Клайв Льюис в расторжении брака. Когда путь к Богу это радостный, светлый путь, но он трудный путь. И тебе нужно свои ноги на этом пути натрудить. чтобы прийти в рай. По-моему, это замечательная фраза, которую можно закончить сегодняшнюю нашу пасхальную передачу. Натруживайте свои ноги, дорогие братья и сестры, и помните о том, что Бог есть любовь, который рад вашему пути к Нему навстречу. Храни всех вас, Господь, воистину воскресе, Христос, всем вам пасхальной радости. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин